Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и настало время поговорить. На самом деле, то, что я снимаю, то, что делаю, это очень-очень круто. И тот, кто снимает и ведёт свой видеоблог, он поймёт, о чём я говорю. Причём комментарии такого разного характера, что может, например, человек с тобой переписываться очень-очень долго, а потом просто взять и добавить тебя в чёрный список просто так, потому что ты им очень долго не отвечаешь. И вы знаете, это как бы странно для меня, потому что я всем двум тысячам человек, которые у меня находятся в ВКонтакте, я просто физически не могу разом ответить. Но это нужно как бы понимать, я думаю. Я думаю, что те, кто смотрит, вы более адекватны и вы как бы, ну, сечёте фишку, так скажем, вот. В прошлом году мой номер телефона скинули под видео к одному блогеру. Я не знаю, как начали люди мой номер телефона и зачем они скинули, но это было, действительно так было. И потом у меня начались звонки. Звонили мне в час ночи, в 8 утра, звонили мне в Вайбер. Ну, как бы, я понимаю то, что если у вас есть хороший интернет, то позвонить по Вайберу проще всего, чем тратить деньги. Звонили мне в Вайбер, звонили ещё куда-то, ещё куда-то. Причём звонили мне не только из России. И меня просто удивило, что такое маленькое количество подписчиков и меня, но люди почему-то как-то пытаются узнать свой номер телефона и залезть. Вы знаете, мне пришлось менять свой номер телефона летом прошлого года. И теперь я как-то боюсь даже всем его даже по каким-то делам давать, потому что я не знаю, сольют в этот раз или не сольют. А если ты, например, будешь сотрудничать с каким-то интернет-магазином, да, ну, бывают же там люди разные, и молодые, и маленькие, и взрослые. А если, как вот в некоторых интернет-магазинах, и работают подростки, и вдруг они просто, не знаю, хотят приколоться там или ещё что-то, и скинут номер, и я вот иногда задумываюсь на эту тему очень сильно, а будет ли это или не будет, ждать, не ждать. Поэтому с номером телефона вообще это отдельная тематика, поэтому когда вы просите у меня ВКонтакте, я честно, серьёзно, я не могу дать. Я не могу дать номера блогеров других, потому что это неправильно, потому что они так же, как и я, не хотят, чтобы им названивали. Но и с ними сложнее, они даже не контактируют с публикой, со зрителем так, как я. Я пытаюсь со всеми переписываться и идти как бы, ну, на встречу друг к другу, потому что хочется общения, и хочется, чтобы вы тоже не скучали. Вот, и фишка в том, что до них достучаться сложнее, чем до меня, и поэтому люди пытаются через меня узнать их номера. Это тоже для меня, как бы, ну, очень-очень странно. То же самое, что если бы кто-то подошёл ко мне и начал требовать телефона моих друзей. Вот, типа, дай мне его номер, тра-та-та. А, и когда ты спрашиваешь, зачем тебе номер, например, той же Марьяны, да, там, или Юлии Пушман, мне говорят, ну, мы будем писать смс-ки, звонить, но мы никому не скажем, обещаем, там, тра-та-та. Я вот в это как-то, честно, ну, не особо верю, потому что, потому что потом эти номера сливаются ещё куда-то, сливаются в паблики, сливаются в комментарии под их видео, чтобы их подписчики могли скопировать и позвонить, а потом ещё сделать видео, типа, мы звоним Юлии Пушман. Я не понимаю тоже смысла этих видео, серьёзно. Ну, позвонили вы известному человеку. Ну, дальше-то что? Что вы скажете? Ну, вы там спросите пару вопросов. Самый, самый распространённый вопрос, который задаётся вообще блогерам, когда выйдет следующее видео? Ну, ведь когда-то оно уже выйдет, правильно? Я думаю, что блогеры оповещают в своих инстаграмах, в своих, там, социальных сетях, ещё где-то, когда выйдет следующее видео. Что они, например, снимают, там, ну, всё что угодно, короче, ну, это самый распространённый вопрос. Это, я считаю, что просто когда нечего спросить у человека, спрашивают, когда выйдет следующее видео. Вы, конечно, не обижайтесь на это всё, потому что, не знаю, ну, мне хотелось давно с вами поговорить на эту тему. Ещё одна из самых распространённых тематик. Люди хотят, чтобы я их распиарила. Ребят, я понимаю, да, то, что вам сложно. Поверьте, я два года раскручивала свой канал до 12 тысяч подписчиков. Два года, два года. Это очень много. Я знаю кучу блогеров, которые раскручивались с помощью рекламы и за год достигали более колоссальных успехов. У некоторых уже к этому времени было по 600 тысяч подписчиков. Но у меня нет такой возможности пулять рекламу, я добиваюсь всего сама. И, поверьте, я знаю также очень хороший канал, реально очень хороший канал, называется «Дневник учительницы». Алиса снимала просто каждый день. У меня нет возможности пока что снимать каждый день, потому что и я, то у меня собирается ремонт дома, то ещё что-то, то ещё что-то, то сплошные переезды, и я как бы, ну, не могу реально снимать каждый день. Алиса же снимает каждый день, и поначалу у неё было по 20 просмотров, потом по 200, потом плавно-плавно за два года у неё, как бы, начался прирост. Её канал я нашла, когда у неё было 11 тысяч подписчиков, и потом у неё резко пошёл такой прям взлёт, и сейчас у неё больше 50 тысяч подписчиков. Вот вам, пожалуйста, пример того канала, когда человек просто своим трудом сам старается что-либо делать. Я, как бы, я нормально отношусь к пиару, серьёзно, несмотря на то, что я не пиарюсь у кого-то, не пиарюсь у других блогеров, не покупаю рекламу на других каналах, я занимаюсь просто съёмкой, и я показываю только то, что мне нравится, например, только тот контент, который мне бы хотелось смотреть у другого человека. Вот и всё. Ничего сверхъестественного я не делаю. Денег на рекламу у меня, в принципе, нет. И, в принципе, я не считаю, что нужно это делать, понимаете? Гораздо интереснее добиваться самому. Поэтому, это даже не мой принцип, это... Ну, это как-то неправильно, я считаю, серьёзно. Было видео у Иры Ваймер, что, типа, ребята, пробуйте себя сами, и просто получается, что вы должны искать своего зрителя сами, не отрывать каких-то зрителей от другого человека, да, например, от других блогеров. Зритель находил вас сам, ну, или вы его, например. Но, серьёзно, я никогда не писала комментарии под другим видео, типа, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал. В Инстаграме я этого не делала, то есть, ну, я не считаю, что это нужно делать, понимаете? Если вы снимаете хорошо и нравятся людям, то люди будут подписываться в любом случае, без рекламы. Когда начинается большой прирост подписчиков, слегка, может быть, меняется структура канала. До тысячи человек, когда у тебя на канале, ты ещё можешь там, да, как-то, ой, подпишись на меня, взаимные подписки, типа, гоу, взаимку, как бы это норм. Но, когда ты начинаешь уже больше делать и рассказывать о своей жизни, и у тебя это тысячи, даже больше тысячи человек уже начинает смотреть, смотреть тебя как на личности, как на человека, мне кажется, тут должен быть другой алгоритм уже развития канала. Потому что было очень много людей, которые, видя, когда у меня было 7 тысяч подписчиков, 8 тысяч подписчиков, хотели снять со мной видосы, и я не против, на самом деле, совместных видосов, но мне бы хотелось, что, если это будет коллаборация, то я либо смотрю этого человека хотя бы на протяжении месяца, и наша тематика каналов, она совпадает. Вот такую коллаборацию я за, потому что, когда в кадре две разные личности, это круто, видео становится намного интереснее, ну, это мне так кажется. И я ни в коем случае не против коллаборации, и не против того, когда блогеры, например, оставляют, вот мы сняли одно видео для этого канала, а у такого-то блогера, например, приходите по ссылке, вторая часть видео там. Как бы это тоже нормально, это тоже своего рода такой взаимопиар, но он тоже должен быть равноценен, например, когда вы находитесь в одинаковых цифрах, примерных, как у каждого блогера. Я с удовольствием там помогу вам лайком, просмотром, напишу комментарии к видео, это я с удовольствием сделаю, да. Но, например, когда вы из другого города, я не представляю, как можно сделать коллаборацию из того случая, что я никуда не выезжаю, пока что, и до лета, ну, до мая, я, скорее всего, буду в Москве и никуда не поеду. Вот. Это, как бы, ну, отдельная тематика. Очень много людей мне, например, пишут в комментариях, пишут в личных комментариях, типа, ха-ха-ха, ну и видосы у тебя, и, короче, ставят черный список. И ты просто такой, знаешь, ну, окей, ладно, у меня-то что, у меня-то не будет, понимаете, если вы такое делаете. А потом вынимают через какое-то время из черного списка и говорят, да ладно, тебе это прикол, просто все хорошо, а ты уже просто привык к таким ответам, и это нормально, понимаете, ну, серьезно. И ты такой, окей. И чем больше у тебя растет подписчиков, тем больше около тебя создается какого-то движника, сообщений, там, вопросов о видео, там, еще о чем-то, еще о чем-то, и, соответственно, и, соответственно, тем больше вокруг тебя создается какого-то, ну, не то чтобы негатива, неадекватных комментариев. Я не скажу, что люди просто эти больные или какие-то еще, но просто очень многие дети так себя ведут, именно младших классов, которым там по 9, по 8 лет, по 7 лет. Я просто знаю, что меня смотрят дети, которым 7 лет. Вот, поэтому я стараюсь не поднимать какие-то сложные темы, там, понимаете, хотя мне, конечно, очень хочется снимать какие-нибудь научные видосы по типу, как Ян Топлис делает. Мне очень нравится, вот, серьезно. И мне самой интересно такое смотреть, и вам советую такое смотреть, потому что, ну, это очень развивающий контент. И по мере роста канала, я думаю, что мы обязательно что-нибудь такое поснимаем, потому что я очень много посвящаю время философии, именно как науки, истории России и так далее. Хотя, я думаю, история России это слишком как бы будет как груз смотреться на канале, но можно там какие-нибудь отрывочки, например, к нынешним событиям вставлять, и это будет смотреться очень умело, вот так. Я пока не рискую рассказывать про жизнь, которая была до Ютьюба. Я именно говорю о телевидении и радио с моей работе там, потому что мне хочется, чтобы чуть-чуть больше было народу, потому что мне все спрашивают, где ты работаешь, где ты работаешь. Ну, вот, сейчас как бы у меня чисто, я занимаюсь лицензионным контентом, а до этого времени у меня была работа на телевидении и радио, и, поверьте, телик, это совершенно другое, это не Ютьюб. Здесь я отдыхаю, просто реально отдыхаю. Здесь ты и редактор себе, и оператор, и журналист, и все, что угодно делаешь, на телике такого нет. И мне просто бы хотелось вам рассказать, как вообще происходит работа на телевидении. Я надеюсь, что я не очень вас загрузила, я надеюсь, что вы не обиделись на меня, потому что мне очень давно хотелось об этом вам рассказать. Просто вы не представляете, иногда, что пишут мне ВКонтакте, вообще, это... Я раньше скринила, потому что мне очень хотелось показать этих людей, потом подумала, что это будет некрасиво кого-то как-то очернять на Ютьюбе, правильно. Может быть, когда-нибудь я так фамилии закрою и скрины просто здесь так положу, что-нибудь такое, ну... А, вот еще что, я хотела сейчас с вами поделиться. Очень многие люди думают, что я фей. Если я кого-то вдруг добавила в друзья ВКонтакте, и люди потом переходят по ссылке на Ютьюбе и смотрят, и они начинают говорить, что это неправда, что человек, у которого не 500 подписчиков, не 600, не 700, а 12 тысяч, как бы это очень круто, они считают, и они думают, что человек не будет с таким количеством подписчиков добавлять кого-то в себя в друзья. Одну вещь я могу сказать, что я не считаю, что это какой-то повод для того, чтобы задирать нос. Я не считаю, что это какой-то повод для понтов. Поверьте, мы все одинаковые люди, у всех есть ноги, руки, голова, может быть, у кого-то чего-то не хватает из органов, такое тоже бывает, потому что, ну, мало ли, какая у кого-то ситуация в жизни, у всех разные болезни, у всех разные умственные способности, но люди по своей природе, они одинаковые, понимаете, состоящие из крови, плоти, костей, и когда начинается вот некое такое присмыкание, я немножко не понимаю этого. Я за общение, за нормальное, не за фанатизм, и поэтому я своих зрителей называю не фанаты, а зрители или подписчики, в крайнем случае, но это крайний случай, когда называю подписчики, обычно зрители, я так всегда, везде называю мои любимые зрители, это правда, я очень люблю своих зрителей, поэтому, когда мне пишут, я твой фанат, я всегда переправляю и говорю, что у меня там либо фанатов нет, либо это мои друзья, либо это мои зрители, но ни в коем случае не фанат, это как-то, знаете, ну, получается так, что между нами с вами происходит какая-то черта, и вы там далеко, а я тут, а нужно, чтобы мы все были как бы на равных плоскостях, потому что люди, опять же, по всей своей природе, они одинаковые, я не очень понимаю, когда блогеры начинают зазнаваться, потому что, по сути, вы просто сидите дома и снимаете видос, ну, не дома там, где-то ходите, и повод для понтов, и повод для того, чтобы задирать нос, мне тоже непонятен, если честно, ребята, если кто-то смотрит из блогеров, и люди, которые ведут себя как звезды какие-то в мировой величине, там, как Марай Керри, там, или, ну, вы же не Майкл Джексон, зачем вы задираете нос? Про блогеров и про то, что меня бесит блогеров без имен, я не хочу никого как бы очернять, я хотела бы поговорить с вами отдельно, в отдельном видео, потому что, ну, как-то все смешивать в одно нельзя, и видос уже слишком получился длинный, и так, без этого, без всего, вот, и я не хочу занимать ваше время, также я хочу, чтобы вы чем-то занимались интересным, полезным, вот, потому что человек, сами понимаете, растет как личность, когда вы занимаетесь самообучением, читаете, смотрите фильмы, общаетесь с интересными людьми, которые чему-то вас учат, то есть, это все нужно делать для того, чтобы вы были личностью. Я не знаю, будет ли вам интересен обзор книг, которые я читаю, вот, но я думаю, что эта тематика будет для отдельных видео, для отдельных выпусков. Я безумно рада, что вас становится так много, честно, это на самом деле, это такой кайф, понимать, что ты для кого-то несет такой фидбэк, несет такой, как бы, отзыв, это настолько круто, ребята, серьезно вам говорю, и я вам действительно очень сильно благодарна за все вот это вот, за все эти последние два года моей жизни, потому что они были дико крутыми, дико, очень много мероприятий, которые я снимала для вас, потому что мне нужны только фотки, честно, я там покажу, пофоткаю и все, а именно видосы я никогда не снимала вот так вот, для кого-то, у меня были видосы для друзей, с друзьями там, еще для чего-нибудь, еще для чего-нибудь, но для кого-то, для аудитории, я именно конкретно от своего лица я никогда не снимала, вся работа, которая была на телевидении, это было тоже, соответственно, не делать для кого-то, но там была очень большая съемочная группа, очень большая, поверьте, это не пять человек, и не десять, это намного больше, а тут вот так вот, И тут ты чувствуешь, реально чувствуешь, что ты делаешь все правильно. И это очень-очень круто. Поэтому оставайтесь со мной. Впереди еще очень-очень много чего интересного. Я вас всех очень люблю. Всегда ваша грома Таш. Пока.